Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике остается, к сожалению, напряженной. По результатам последнего дня выявлено 276 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом 137 случаев, почти 50%, выявлено в столице нашей Республики. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, обращаю ваше внимание, что в настоящий момент 21,5% от всех выявленных на территории Республики – это наши дети. Необходимо обратить внимание и более четко, строго устанавливать и непосредственно соблюдать те санитарно-эпидемиологические режимы, которые установлены в том числе и для поведения родителей с детьми. Еще раз напоминаю, посещение родителями торговых центров и самостоятельно детьми возможно лишь только тогда, когда они находятся в сопровождении. Тот же алгоритм поведения относительно посещения мест массового скопления и в том числе и учреждений культуры. Необходимо также обратить внимание, что те школы, которые находятся на карантине, для детей возникает режим самоизоляции. Соответственно, они не должны посещать и учреждения дополнительного образования. Это касается всей республики. Сложной ситуацией остается в Мегино-Кангаласском улусе, где зарегистрировано 14 случаев. По 11 случаев зарегистрировано в Мирненском и Намском районах. 10 случаев – в Аймеконском. 8 случаев зарегистрировано в Алданском и Чуропчинском районе, приношу извинения, 9 и 8 – в Нюрненгринском. По от 1 до 7 случаев зарегистрировано в 18 районах республики. К сожалению, достаточно напряженной напряжения всех остается санитарно-эпидемиологическая ситуация в Версневилюйском, Вилюйском, Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском и Хангаласских районах. Особое внимание обращаю на оказание медицинской помощи в Усть-Алданском районе, где сегодня необходимо усиленными мерами увеличить количество привитых граждан. На лечении в тяжелом состоянии находятся 186 пациентов, на аппарате искусственной вентиляции легких – 46. Получили первую вакцину на настоящий момент в республике 370 238 человек, что составляет 51,6% от общего количества взрослого населения. 70 541 человек – это лица старше 60 лет. Ревакцинировано в республике 19 293 человека. Необходимо обратить внимание на то, что относительно детей происходит вакцинация против гриппа. Поэтому на настоящий момент всего 15,5% граждан республики провакцинировано против гриппа. Большинство из них – ребятишки, но нужно сегодня непосредственно противогриппозную вакцину дальше продолжать делать. Вакцина против ковида имеется в достаточном количестве во всех районах и является наиболее эффективной защитой от тяжелых осложнений и заболеваний. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, с сегодняшнего дня ряд учреждений культуры республики через некоторое время и спорта будут осуществлять проход через соответствующую пропускную систему, называемую QR-код. Необходимо обратить внимание, что право захода в такие учреждения имеют те лица, которые прошли вакцинацию, и имеют этот QR-код, либо же непосредственно лица, переболевшие, также имеющие QR-код. Посещение культурных учреждений детьми, самостоятельно находящимся на карантине, в зависимости от классов, не допускается. Дети посещают культурные учреждения совместно с родителями, если их классы или школы не переведены на дистанционное образование.